привет всем сегодня мы в подвалах но не лубянки здесь пытают другими вещами исключительно удовольствием и эстетическим мы в гостях у давида у бармена и первый вопрос такой достаточно обывательский вот два мира бармен и алкоголь как они взаимодействуют помимо работы вообще взаимодействует они взаимодействуют посредством того как бармен трансформирует алкоголь в коктейль вот и коктейль очень часто путают с тем что это просто такая некая субстанция для того чтобы изменить свое состояние сознания напиться развлечься забыться но очень часто особенно в наше время коктейль несет себе три основные вещи это опыт от употребления его вы находитесь вместе вы переживаете чувства атмосферу второе он несет в себе идею и конечно же третье он несет себе след бармена который его сделал то что даже если вы берете один коктейль каждый бармен готовит его по-разному это прямо уже такой сразу с места в карьер философия пошла я имел ввиду вот сам бармен уже постоянно работать с алкоголем это как-то это это как-то отражается на его жизни конечно на жизни каждого бармена отражается вот каким образом я думаю что некоторые бармены злоупотребляют потому что есть огромный доступ к количеству алкоголя просто разного качества разного вкуса аромата и так далее плюс ко всему с этим работаешь ты в этом живешь и у тебя деформируется отношение к продукту и но сейчас меняется уже тренд и многие бармены начинают больше думать о том как меньше пить вот не могу не задать этот вопрос а конкретного твой личный опыт он вот как в этом плане проистекал то есть были люди с этим проблемы какие-то нет у меня проблем с алкоголем никогда не было я не пью порядка десяти лет не пью 10 лет уже вообще вообще не ну то есть я четко разделяю употребление алкоголя на две разные стадии так сказать да я как профессионал должен попробовать его вот но чтобы прийти в заведение или сесть дома и выпить алкоголь ради изменения состояния сознания чтобы отвлечься от чего-то как я говорил и так далее такого не наблюдается никогда насколько эта тенденция характерна вообще для барменов среднем по больнице один из тысячи максимум минимум не знаю ну то есть она вообще не характерно все с кем я общался бармены либо пили либо продолжают пить ну то есть не пить не в том плане что злоупотреблять на поняли иначе выпивать но бармены из моего ближайшего окружения не есть несколько человек который просто пару лет назад перестали пить познакомившись там со мной и поняв что это это возможно в принципе ну то есть не обязательно пить за стойкой чтобы чувствовать себя расслабленным потому что основная проблема заключается в том что бармен тоже человек о первую очередь революционная мысль до барман тоже человек друзья помните об этом приходя в бар он тоже боится переступать некие грани некие рамки вообще не с гостями и особенно если это начинающий бармен я имею ввиду не тот который в ресторане готовит вам кофе пока вы это не видите вам официант его сервирует а только только начал вставать за стойку вот он часто запивает свой страх свою неуверенность алкоголем глушит это такая получается задача перешагнуть социофобию какую-то да то есть для людей которые просто не привыкли общаться с другими людьми это способ социализироваться в первую очередь да не то чтобы это социофобия но представляете вы работаете каждый день вы общаетесь не просто с одним незнакомым человеком вы общаетесь с массой незнакомых людей которые каждый из вас что-то хочет и каждый из этих людей хочет чтобы вы имели индивидуальный подход к нему и рассматривали его не просто как некое тело произносящие слова и которые вы там реализуете потом как личность в первую очередь и поэтому очень трудно это делать особенно на первых порах я помню как мне было трудно общаться с гостями подходить к ним когда я только начинал разговаривать я думал проклятье думаю ну а что если он скажет коктейль а я его не знаю что я буду делать я покажусь глупым ну то есть если например сейчас такая ситуация возникает и я не знаю просто коктейль приходит там ребята год мне коктейля розовый паровоз блестящие можно рецепт я просто не знаю вот то есть на самом деле не знать рецепта коктейля для бармена это нормально потому что люди которые вообще не варятся в этой сфере не знают что есть там классические напитки и им не нужно это знать они попробовали там пройденеть на отшибе испании какой-то коктейль это мне вот розовые мидии хочу я что там но я не знаю вы что не знаете этот коктейль уже там мировой известности игры я не знаю ребята розовые мидии потрясающе вот какая-то такая история возможно в этом есть некий способ самореализации для людей когда им прям вот хочется близкнуть своими знаниями показать свою осведомленность и может быть даже специально поставить вот затруднительное положение человека который тебя обслуживает я с удовольствием встану в затруднительное положение лишь бы человек почувствовал свою важность в заведении слушайте нас вообще на самом деле это такой классический психологический уход с линии атаки то есть позволит человеку даже в том случае когда ты видишь что он ведет себя может не очень корректно но все равно быть самим собой и уйти довольным то есть фактически подарить ему некий такой психологический праздник жизни да ну смотрите основная наша задача в баре коробок это безусловное счастье наших гостей то есть если человек почувствует себя счастливым от того что он поставит меня на место или от того что он скажет мне вопрос ну скажет мне какой-то коктейль на который я не знаю или там поставить на затруднительное положение и он себя от этого будет чувствовать лучше окей это его выбор я помогу ему в этом это потрясающая позиция она очень напоминает мою на моем основном канале когда я говорю что мой канал это кабинет психологической разгрузки для всех тех кто комментирует и включая какие-то некорректные вещи пишет меня очень зацепила идея не пьющего бармена это что сейчас появляются новые какие-то даже последователи этого тренда можно ли говорить что это вообще возможно сформировать из этого некая ну я не хочу говорить слово движение да но некую такую тенденцию которая в которой ты будешь но если не предводительным скажем один из идеологов новая тенденция я бы сказал что это тренд тренды сменяются сейчас мы наблюдаем тренд того что люди беспокоятся о том сколько они будут жить потому что различные футурологи и научные деятели говорят о том что вскоре мы будем жить 150 лет просто подготовьтесь подождите то есть это как некая религия которая дает сейчас человеку теплую надежду в его сердце в отношении того что господи я прожил 160 лет и что ты будешь делать пить пиво и есть чипсы все 150 лет или сидеть на своем посту чиновника все эти годы это хороший вопрос но тенденция определенно складывается и я думаю что со временем она может смениться то есть тоже сейчас что мы сейчас видим в например в рэп-культуре они взяли на себя образ панков того времени там из 90-х годов и хотя хотя в то время это были противоборствующие лагеря я думаю что сейчас бармен может примерить на себя образ такого не пьющего интеллигента на какое-то время пока он опять не может не превратиться в панка того же или я не знаю генгстер хастлер кто угодно значит надо вводить какие-то новые сорта эко-водки эко-пиво и эко-эко-женщин эко-мужчин со мной экологически безопасность друзья хорошо если вы говорите про вот концепцию конкретно данного заведения она мне вот напомнила несколько лет назад я был на немском заведении там тоже вход через туалет на такие мензурки и все такое прочее значит естественный вопрос как пришла эта идея вообще насколько она отталкивалась от пожеланий рынка или может быть это было какое-то личное желание там владельцев или вообще вот это все слушайте но идею разрабатывали женир шашин который является шеф барменом этого места и борис зарьков вот это полностью их заслуга и они очень четко попали и по месту расположения и по формату и по атмосфере вот трудно говорить о том что сейчас сидя здесь мы подумаем вот давай сделаем этот бар это точно зайдет это наше субъективное восприятие реальности и мы можем как потерпеть крах так и победить в этом вопросе но анализировать мы всегда будем только постфактум мы не можем анализировать в моменте и поэтому в данном случае люди попробовали люди рискнули и все сошлось так что я сижу здесь перед вами вы берете у меня интервью за что вам огромное спасибо да кстати аптечках словно то мы не заметили у тебя же есть определенные регалии как бы надо бы рассказать вообще уважаемые зрители почему мы именно у давида берем интервью там ни у кого никакого другого бармена хотя их тоже есть масса достойных представителей уже в москве то тем более пару слов о своем бэкграунде о бэкграунде я в сфере порядка восьми даже скорее девяти лет вот я начинал с очень базового скажу нельзя назвать низкого базового уровня когда ты просто делаешь капучино и отдаешь виски в бокалы и лед отдельно и лимон отдельно и кофе свирьки отдельно все отдельно гость сам бармен он за столом все смешивает я решил когда мне было 19 лет переехать в москву но там определенные сделать шаги там сначала перебраться с окраина своего города в центр из центра в москву из окраина москвы в центр москвы то есть это же самое было и по заведениям то есть в основу своего угла ну то есть в основу своей личности я всегда вкладывал знания я думаю что знание это ключ ко всему ключ в первую очередь к практике и на теоретическую подготовку я всегда но выделял на час час в день вот на практическую порядка пяти часов я думаю что благодаря этому спустя годы я смог добиться победы в конкурсе диаджу диаджу это самый престижный конкурс в мире среди барменов и объясню почему он престижный он не столько престижный из-за того что там этот очень крутая компания или это шанель там гуччи нет дело в том что статус и ческий конкурс как происходит у тебя есть одна идея у тебя есть один коктейль сидят коллеги жюри и ты им рассказываешь один концепт тебя есть пять минут чтобы выстрелить пух все ты уходишь ну то есть пять минут стресса диаджу это в россии это два дня два дня пять членджей шесть идей 15 коктейлей и ты должен общаться с судьями с представителями прессы с барменами с гостями на протяжении двух дней и ты показываешь себя как личность и раскрываешь себя как личность в первую очередь и поскольку это не спринт как обычные конкурсы это марафон то и участие в нем намного сложнее также как и победа в то время как мировой финал это семь дней шесть челленджей и 60 участников и необходимо придумать не только коктейли но и создать идеи в относительно нашей природы относительно того как возможно некоторые бренды будут в будущем двигаться ты то есть подаешь идею компании и если ты тоже не некая область маркетинга это уже область маркетинга то есть они ищут умных людей умных людей людей которые готовы транслировать свою идею свою культуру и свое понимание то есть сейчас в принципе мы живем в мире где границы стираются так или иначе ты можешь свободно поехать в ту или другую страну остаться там жить заказать коктейль розовые мидии приехать в москву и попробовать потребовать его бармен потребовать у бармена и бармен будет затруднительной ситуации вот так о чем я границы стираются границы стираются и если ты побеждаешь в этом конкурсе твоя будь готов к тому что твоя жизнь поменяется на сто процентов потому что ты станешь на один год самым востребованным человеком в индустрии и потом если ты правильно воспользуешься этой регалии так скажем этой победой то ты станешь одним из самых востребованных людей в индустрии на очень продолжительное количество времени то есть ты будешь тем человеком который задает тренды тем человеком который транслирует мнение тем человеком за которым идут другие люди например которого смотрят это очень круто на самом деле я опять-таки но смотреть то будут не только представители индустрии огромное количество простых людей и опять-таки не могу такой несколько пошловато обывательский вопрос не задать благосостояние бармена но я естественно не буду говорить про какие-то конкретные цифры но скажем так вот уровень жизни который ты сейчас себе можешь позволить работая барменом вот он как выглядит я думал средний по европе вот я общался с ребятами которые жили в лондоне в испании в норвегии я скажу что бармены в москве не зарабатывают меньше чем зарабатывают бармены в европе или в других странах то есть определенно такой же уровень там выше рента за квартиру ну то есть например там ребят зарабатывают полторы тысячи фунтов стерлингов в лондоне из этих полторы тысячи фунтов стерлингов ты 800 платишь за маленькую комнатку на отшибе лондона снимая ее с другом вот остальные деньги ты тратишь на жилье при том что компания на тебе ездит просто неимоверно то есть неважно откуда ты ты поляк из словении там с испании с италии откуда угодно ты гастарбайтер там тебе конкретно ездит вот и так происходит в очень многих странах в европе то есть если транслируется образ того что бармен это там личность это очень востребованная профессия важная профессия то часто мы видим но все равно бэкграунд не такой сказочный не такой райский москва тоже не исключение и я думаю что сейчас мы то есть конкретная в чем моя основная задача как человек который как профессионала да я хочу изменить отношение людей к профессии бармена потому что когда я начинал мне говорили о господи бармен это работа для студентов до два года поработаешь и потом уйдешь а как же пенсия как же образование как же вообще ты устроишься куда-то на работу кто возьмет бармена и в теплый уютный офис да ну то есть вы насколько представляете сколько этих слов я переслышал от родственников от друзей от знакомых от учителей там мне просто взрывали мозг и сейчас мне приятно думать о том что я хочу изменить эту тенденцию и тенденция меняется многие люди год брит барменом быть это очень круто это престижно и во многих странах это также меняется и мы хотим задать именно такое направление давид одумайся ты же мог бы сделать карьеру в газпроме да я был бы уборщицей и ходил бы с сумкой шанель понятно у каждого представителя любой профессиональной индустрии есть огромное количество историй которые принято рассказывать за рюмкой чая мне вообще кажется что бармен он кстати правильно бармен или бармен мне всегда интересно мы говорим бармен бармен более пренебрежительно самоиронично потому что все равно когда люди хотят продвинуть свою профессию вперед они говорят я не просто бармен и не бармен бармен обращайся ко мне так ну то есть они как бы показывают завышают показывают свою гордыню что делать нельзя всегда самая ирония это ключ к успеху для профессии который хочет войти в социум мне кажется что бармен со времен становится очень неплохим психологом становится да то есть как бы ты вот со своей колокольни разделил основные типажи людей которые ну будем говорить скорее ну вот тебя достают за стойкой вот он приходит встают да но мы не будем же их по именам называть но ты же понимаешь что это ежедневно происходит практически значит сразу объясню что я не психолог но сам я с ним занимаюсь и поэтому четко разграничивают тех людей которые ходят в бар от всех остальных людей которые так или иначе отдыхают по разуму то есть люди ходящие в бар и люди ходящие симфонию там чайковского баха это не те же самые люди абсолютно разные следовательно и типаж и психосоматика и поведение и вообще в принципе там типаж характера то есть там нарциссизм очень часто при часто присутствует среди гостей редко можно встретить интровертов то есть люди которые пришли серии заказали и молчат весь вечер пьют спокойно смотрят там в телефоны на тогда посматривают и сидят смотрят созерцают то есть таких мало люди ходят к нам очень открытые вообще в принципе в бар люди ищущие новые знакомства какие-то интересные связи люди ищущие эмоций гонящиеся за ними вот те кто достают давайте пройдемся по ним моя основная задача это не замечать так скажем неудобные углы в каждой личности ну то есть каждый человек есть недостатки мы не идеальны некоторые люди очень много болтают и вот они болтают болтают болтает болтает болтают и не могут остановиться не ощущая пространство между тобой и имя это и ним вот и иногда приходится просто уйти от разговор я не люблю когда лично я не люблю когда люди очень долго болтают 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 меня совсем не останавливаются вот такая ситуация ну ты понимаешь да да парень телка вот господи и то есть в этот момент мы стоим понимающий кивай до понимала невероятно да буквально эту секундочку я сейчас вернусь и уходишь потому что все равно я бы с удовольствием конечно послушал вас но есть другие гости то есть всегда в баре важно помнить о других гостях есть может быть какие-то советы начинающим барменам о том вот как выходить из этих ситуаций когда ты видишь что ну гость употреблю такое старославянское слово мудак да ты ну никоим образом не должен это демонстрировать более того ты должен опять-таки возвращаясь к началу нашего разговора сделать его счастливым довольным чтобы он может быть еще там заплатил больше денег до начинающему бармену можно порекомендовать интересный инструмент я вычитывал в книге носима талеба черный черный ребят или антихрупкость где-то он там лежит когда ты просто засовываешь крышу крысу за шиворот гостю и представляешь как он извивается в этот момент это хорошая техника подчиняющие никому неудобства и в то же время ты полностью спокоен понятно есть ну я знаю может быть это не поле твоей юрисдикции но есть какие отношения с проверяющими органами прочее то есть какие-то ситуации такие были они есть но они на другом уровне то есть мы как представители общепита должны иметь медицинскую книжку то есть со здоровьем у нас ставьте должно быть в порядке это самое главное чистота рук а так проблемы я думаю что с проблемами борется управляющие и менеджеры как про проблемы с проверяющими орган то что мы не взаимодействуем когда придет время открывать свой бар то есть я думаю что придется побороться так или как бы ты охарактеризовал вообще ну вот 8 лет как изменилось отношение москвичей вообще к походам в бары вот за эти 8 лет в общем изменилась ли она она изменилась люди приходят уже не за состоянием сознания за опытом ну то есть люди говорят о блин там крутой бар надо сходить посмотреть там классная музыка класса атмосфера круто пахнет пойдем посмотрим раньше люди говорили пойдем там есть малышки мы там поживимся с тобой вот то есть сейчас уже отходит от этого естественно все это находится в тесном в тесной связи переплетено между собой но тем не менее люди хотят уже не просто получать какое-то удовольствие но очень много за опытом гонится потому что со временем происходит такое такая тенденция как инфляция удовольствия то есть то что раньше тебя впечатляло и давала тебе огромное удовольствие сейчас ты смотришь на это так некое пресыщение произошло либо нужно испытать голод долгий чтобы получить удовольствие опять либо увеличить стимул либо сменить стимул ну и такой вопрос вот мы говорим про посетителей ведь среди них есть масса прекрасных сексуальных представителей слабого пола которые наблюдая думаю такого замечательного человека за стойкой наверное тоже как-то проявляет определенный интерес как с этим дела обстоят барменов принципе проявляет очень много интерес очень много интереса стороны женщин особенно когда они находятся под впечатлением прекрасного коктейля а это двух и трех а то и 5 и 6 но дела с этим обстоят хорошо я бы даже сказал блестяще красавчик и поэтому работа бармена это в первую очередь работа с людьми но важно понимать что сейчас женщин на один миллиард больше чем мужчин и поэтому в москве на одного мужчину приходится четыре женщины мы часто понимаем что не каждый мужчина приходит в бар или там то есть не каждый мужчина успешно также любой в принципе другой человек вот и много дам которые ежедневно проявляют какой-то так сказать не проявляется флирт но чаще всего это никого ни к чему и не приводит как и посещение вечеринок друзья ходя на вечеринку никогда не думайте что вы сегодня займете сексом это обман вот это ничем не заканчивается просто какой-то беззаботный флирт но если действительно человек понравился то уже можно там сходить куда-то в ресторан пообедать познакомиться поближе и уже встретиться ну и один из последних вопросов сам ты ходишь в другие бары хожу я хожу посмотреть как выглядит атмосфера как ведут себя барами как смотрится барная стойка там бутылки но именно с точки зрения профессионального взгляда но сам то есть мне там нечего делать я не хожу больше в ресторан хорошо вот когда ты идешь в ресторан ты же ну ты уже профессионально деформирован все равно да то есть ты соответственно вот как ты ведешься в ресторане то есть какое какое впечатление на тебя оказывает ресторан именно как на персонала индустрии хорошо в общем в первую очередь поскольку я забочусь о своем времени я сначала звоню вместо и бронирую столик вот я начинаю свое аналитику уже с этого то есть как мне ответили что сказали то есть мне не интересно не столько сухой ответом да здравствуй как вас зовут я давайте запишу ваше имя вот ваш столик как момент того что вау этого не было он то есть я звоню там храм святого марка здравствуйте на отвечают здрасте это ресторан такой то да 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 это мы его то есть и мне рвут шаблон и у меня возникает эмоции в этот момент я уже предвзят к ресторану я уже хочу туда со мной если хорошо пообщаться я прихожу естественно все начинается со входа я смотрю на дверь как она выглядит привлекает ли она меня захожу внутрь смотрю сразу там температуру аромат свет количество посадок гостей если там грязные столы ну то есть не убранные и и потом смотрит меня встречают провожают если там хостес или меня встречает менеджер если нет ни того ни другого меня встречает ли официант если никто не встречает я ухожу вот вот она пресыщение избалованность чистом виде друзья мои и а потом я уже сажусь и просто общаюсь с официантом мне не нравится стерильный сервис я вот так называю когда здравствуйте что вы желаете вот этот я люблю когда со мной не могут удивить я говорю что у вас за меню рассказать концепцию о это чистая эклектика я такой вау стоп я не знаю слова эклектика я такой сразу в google что за эклектика это смешение стилей и мне так это понравилось и человеком смог удивить меня ну то есть гостеприимство это когда мне не навязывают свою компанию я могу спокойно насладиться там компании с кем я пришел имею ввиду что сервис не навязывается вот недушный такой ну и потом блюда то есть я смотрю просто за подачи блюд насколько это вкусно как это сочетается то есть чтобы вы понимали я никогда не ищу вдохновение в баре у других барменов они делают это хорошо я ищу вдохновение у кухни у шеф-поваров в науке в культуре потому что все это первично еда первично повторить ну то есть сначала человек пожарил мясо а только через некоторое время сделал вино то есть это огромный промежуток времени поэтому все нужно искать в еде я так считаю вот в принципе я думаю что это по ресторанам если все я смотрю все от входа до выхода очень круто на самом деле я думаю что опять-таки многие рестораторы даже ну может не такие маститы возьмут от себя на вооружение давид большое спасибо за этот увлекательный содержательный диалог хочу пожелать успехов и так небезыспешному вашему начинанию ну и я надеюсь что лет через десять ты уже сам будешь как бы рассказывать своим подчиненным барменам бармен бармен как готовить коктейль розовой мидии как вообще засовывать крысу за шивороты не понравившимся гостю ну а вы дорогие друзья хочу вам сказать оставляйте ваши комментарии вот там внизу на самые интересные мы ответим в следующем выпуске следите за нашими опять таки следующими видео будут масса других интересных гостей ссылки на все соцсети и конкретно на мой адрес куда можно посылать какие-то личные вопросы пожелания точно также там укажу пока всего доброго чел